Мы в эфире? Мы в эфире. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в самой грандиозной программе отечественного телевидения. День студента вместе с Чувашским государственным педагогическим университетом имени Ивана Яковлевича Яковлева. Не таким, как все. Ну что, Юль, недавно у нас сегодня... Какой день календаря? 4 июня, вторник. Вторник, как всегда. Недавно у нас прошел праздник, День защиты детей в Чебоксарах, который проводил официально Первый канал. Да, ты и был? Довольно-таки грандиозное мероприятие для нашего города. Приезжали такие звезды, как Леонид Якубович, ведущий Первого канала. Звезды Первого канала, музыка Первого. Я вот там был, у меня остались некоторые впечатления. Ну вот подожди, давай про впечатления. Какие впечатления сложились у тебя от всего вот этого? Ну, во-первых, весь город, вся наша столица Чебоксары просто был большой ажиотаж. Дымел, потому что приезжали, действительно, люди, на которых мы смотрим в нашей обычной повседневной жизни именно по ту сторону экрана. Чебоксар, как сейчас смотрит на нас. Сейчас они оказались рядом. И вот такое двоякое впечатление. И людям это интересно. Людям это интересно. И именно Первый канал организовал праздник, действительно, большой всему нашему городу, за что мы можем через наш канал, наверное, передать им большое спасибо. Давай. У тебя какие впечатления? Ты знаешь, честно, мне не удалось побывать на этом празднике. Я была в другом городе, но я смотрела во всех соцсетях вот эти все истории людей, как они снимали. И я поняла то, что действительно Чебоксары просто гремели. И я знаю, что в конце вечера, на завершении дня, был большой грандиозный концерт. Кстати, там довольно-таки популярные исполнители у современной молодежи и даже у обычных людей приезжали. Но вот я на свой вкус своего исполнителя там не нашел, к сожалению. Ну вот а что бы было для тебя? Ну вот для меня, знаешь, все-таки вот что-то такое уличное больше, вот что-то из направления рэп. Возможно, ну я не говорю, что какой-нибудь Оксимирон. Ну понятно, конечно. Слишком, но хороший вопрос. Вот я даже сам не могу ответить. Ну я тебя поняла. Давай, вот кого бы ты пригласил в наш город, в Чебоксары на концерт? Чтобы не ехать в Екатеринбург и смотреть. Это хороший вопрос, да. Ну ты знаешь, я бы, наверное, да, ты мне подсказал, я бы, наверное, ждала каких-нибудь бедва, каких-нибудь зверей, которые к нам приезжали уже однажды. Зверей? Диких? Ну звери, грубо. Может быть, я бы ждала мумитроль, потому что я люблю это все. Моя мама меня приучила все это слушать. Поэтому как бы, ну, и от тех гостей, которые к нам приезжали, я бы тоже не отказалась. И еще бы от других тоже. Сама бы выступила там на сцене с какой-нибудь своей композицией. Конечно, если бы у меня была возможность, вообще бежала бы очень быстро. Ну что, вот так вот мы сейчас плавно перейдем к нашей рубрике. Постоянной рубрике. Постоянной рубрике. Это новости нашего любимого могучего университета. Давай, Сергей. И плавно переходим к первой новости. Команда ССК «Патриот» нашего вуза стала победителем всероссийского клубного турнира «Запад», который прошел в Казани в рамках всероссийского фестиваля «Наш выбор – спорт». Участниками отборочных состязаний всероссийского клубного турнира «Запад» стали представители 16 команд из разных вузов страны. Сейчас внимательно. Участники команды ССК «Патриот» показали блестящие результаты. Первое место в перетягивании каната, первое место в кроссфите, третье место в волейболе, третье место в русском силомере и четвертое место в бадминтоне. Ну, браво. Стоит заметить, что ребята совсем недавно были гостями нашей программы. Мы их зарядили на успех, на победы. В общем, кто еще из спортсменов не был в нашей программе, занимайте очередь. У вас еще есть время. У вас еще есть время и у вас еще есть соревнования, на которых вы потом поедете. Поздравляем. Наши аплодисменты и переходим дальше. Председатель студенческого конгресса нашего университета Вахита Вадиляра стала участницей четвертой смены тим-лидера фестиваля «Таврида-арт» Всероссийского молодежного форума «Таврида». В этом году форум проходит уже в пятый раз и носит название «Таврида 5.0». Также проект сменил площадку. Теперь он проводится в бухте Капсель. Участники четвертой смены были вовлечены в подготовку фестиваля «Таврида-арт-раша», который с 23 по 26 августа соберет на своих площадках до 30 тысяч зрителей. Кстати, Диляра туда тоже попала. Так что мы ее тоже поздравляем с этим. Я тебе больше скажу. И, кстати, Диляра и у нас в программе была. Ну, это конечно. Она у нас сегодня еще мельком будет в программе. Что? Тогда поздравим ее снова. Поздравляем Диляра. Поздравляем. Третья новость. В связи, такая вот у нас с интернетом будет связана, но в хорошем понимании этого. Давай. В связи с успешным выступлением студента Чуварского государственного педагогического университета в открытых международных студенческих интернет-олимпиадах 2018-2019 учебных годов Аркомитет интернет-олимпиад принял решение о присуждении Чуварскому государственному педагогическому университету почетного звания «Победитель открытых международных студенческих интернет-олимпиад 2019 года». Ну, этим можно гордиться. В общем, вот так вот. Мне кажется, знаешь, это было что-то вот даже неожиданное, наверное, для нашего университета. Вот. Потому что в письме поздравительном что было сказано? Что студенты показали высокий уровень подготовки в первом туре интернет-олимпиады и достойно представили свой вуз и в заключительном туре олимпиады. Ну что, можно пожелать дальнейших успехов нашим участникам и победителям в данном конкурсе, а обычным студентам и нашим зрителям с пользой проводить время в социальных сетях? Конечно. Ну и переходим далее. 30 мая в Чебоксарах состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2019». Финалисты конкурса прошли такие испытания, как автопортрет, инфографика, профтест, правовое ориентирование, профсоюзный биатлон и ответили на вопросы БЛИЦ. По итогам конкурса профсоюзным студенческим лидером Чувашии стала студентка 4-го курса факультета Чувашской русской филологии Аня Кузьмина. Аня тоже была у нас однажды в передаче. Да ты что! Да, да. Аню мы, конечно же, поздравляем и желаем достойно защитить честь студенческого профсоюза Республики на уровне Приволжского федерального округа. Сохраняем динамику наших новостей. Каждый год в Педагогическом университете проходит конкурс «Лучшая студенческая группа». В определении победителей конкурса учитывается успеваемость группы, общественная активность, интерес к научной деятельности, общая дисциплина, участие в спортивных мероприятиях. По итогам конкурса «Лучшая группа» награждаются тур поездками по городам России. Бесплатным тур поездкам. В этом году победители конкурса группа 3-го курса факультета художественного и музыкального образования посетила Москву. Обладатели 3-го места студенты группы рекламы и связи с общественностью. Это чья группа? Это группа моя. 3-го факультета истории, управления и права. В преддверии дня рождения Александра Сергеевича Пушкина вместе со студентами физико-математического факультета побывали в Болдино. А 7-го июня ребятам, занявшим второе место, это психолого-педагогический факультет, предстоит поездка куда-куда-куда в Нижний Новгород, где ребятам тоже понравится, они приедут с огромнейшими впечатлениями и новой мотивацией становиться все более лучшей группой не только для себя, не только для университета, а в целом даже для себя покорять новые высоты. Да, ну и давай-давай-давай дальше. В минувшие выходные на базе санатория профилактория «Мечта» прошла работа слета студенческого самоуправления «Формула роста». Участниками слета стали 60 представителей студенческих советов факультета педагогического университета. Участники слета посетили образовательные сессии, выступления спикеров, мастер-классы и дискуссионные площадки. В рамках форума состоялся конкурс на лучший студенческий совет педагогического университета. Представители студенческих советов прошли ряд испытаний. И по итогам голосования всех участников слета лучшим студенческим советом нашего университета в 2019 году стал студсовет какого факультета иностранных языков. Мы поздравляем факультет иностранных языков с победой. Да, я видела там ребята с кубочком стояли. Кубок какого размера был? Большой. Большой? Большой. У нас вот ребята из ССК «Патриот», о которых побед мы говорили. Вот такой вот просто кубок привезли с Казани. Правда, вот чаша там вот такая, но кубок здоровый. Ничего страшного. Главное, что это почетное место. Почетное место. Ну что, как говорится, фристайла, ракомакофо. Поехали дальше. Да, слушай. Дальше. Знаешь, признаюсь честно, сегодня мой крайний эфир. Вот. И я подумала, почему бы нам между друг другом снова не провести какой-то интерактив. Как-то некрасиво я сказала между друг другом. Хорошо. Ну, ничего страшного. Вот ты знаешь, мы с тобой провели достаточно много эфиров. Сколько? О, я даже не знаю. Ну, наверное, ну, 10 точно было. 10, 10. Вот. И наши соведущие тоже прошли через эфиры. И сколько их было? Через это жарнило и бегло. Да, да, да. И ты знаешь, я подумала, что можно провести интерактив. Я думаю, ты мне поможешь. Да, поехали дальше. Называется интерактив «Кто в гостях?» На экране наших телезрителей. Мы будем видеть картиночки, точнее фотографии. Вырезки из наших прошлых эфиров, где будет замаскирован таким вот большим жирным вопросом гость. И нам нужно будет по очереди, я так понимаю, отгадать, кто это, ху из ху, как говорят на факультете иностранных языков. Поехали. Хорошо, давайте начнем. Вот первый гость, это, наверное, достаточно легкий вопрос. Это гость с автоматом, вещь-мешок и любите девушки простых романтик. Ну, это было незабываемо. Видишь, какая Юля здесь счастливая, потому что с гитарой стоите. Кстати, у меня есть фотографии в Инстаграме, где ты гитару держишь наоборот. Это так задумано. Ну, это, естественно, кто должен отвечать. Ты давай, давай, давай. Это Михаил Павлов, приходил к нам в гости, мы с ним разбирали автомат, собирали вещь-мешок, готовили Сергея в армию. Не доготовили, но был прекрасный эфир и запоминающийся. Ну, это просто начальник отдела по воспитательной работе. Давай теперь ты. Поехали, второй, второй. Вторая пикча, как говорится. Так, а ну-ка. Тут уже два знака вопроса. Так, это, наверное, председатели студенческого спортивного клуба «Патриот». Я знаю, сопредседатели это Настя Иванова. И? И, по-моему, Андрей Иванов. Иванов, отлично, угадала. Ладно. Прекрасно. У меня, видимо, сложненький вопрос по баспорту. Потому что не вели мы тот эфир, но мы всех знаем. Да, конечно, конечно. Давайте дальше посмотрим, что у нас дальше. Так, это был день обнимашек. Да, танцы-улыбансы. Помнишь это? И все радостные, счастливые на каждой картинке. Естественно, это наши красавчики, родной улечки, танцоры, победители всероссийских соревнований. Кто? Миша. Да, Николаев и? Миша и Полина Норкина. Да, да, да. Вот такие ребята к нам приходили. Мы с ними разыгрывали интерактив. Биатлон, который, помню, шикарно зашел. Да, да, да. И вообще узнавали, как спортсмены в дуэте существуют в спорте и в жизни одновременно. Ну что, давайте дальше посмотрим. Так, нам нужно угадать, кто нарисован на картине. Нет, кто рисует. Кто нарисован, это, по-моему, была я, только в стилизованном каком-то варианте. А рисует это... А, это я. Да, это ты. Ну, мне здесь проще, потому что это Ксюша Кокель, которая учится на пятом курсе факультета художественно-музыкального образования. Участница стрит-артсмены Тавриды, которая выиграла Грант. Я помню. Это, кстати, был такой день ностальгии. Это был наш первый эфир. Вместе. Вместе, да. Да, 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 да. Который прошел тоже четко. Были, конечно, форс-мажоры, когда там Ксюша за минуту заезжает до конца эфира. Я начала новую Юлю рисовать, да. Ну, это было тоже интересно. Да, ну что, давайте дальше. Кто же следующий? Господи, какая я здесь красотка. Здесь мы с тобой получили классные подарки. Да. Предыстория, можно маленькая? Нам же подарили вот эти антидепрессанты. Да, 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 да. Настолько тяжелая работа ведущего, я ее сломал, эту игрушку, на следующий день. Нет, у меня все хорошо. До сих пор, что ли, у тебя? Оно у меня лежит в рабочем состоянии. Вот у тебя крепкие стальные нервы. У меня просто слабые ручки, наверное, просто. Хорошо. Ну, кто это был? Это были наши гости из правкома. Я тебя подхожу, ладно. Ольга Иванова, которая у нас непосредственно глава данной организации. И руководители со стороны студентов. Она, да, на факультете Чувашской русской фемиологии. Уже вторая гостья. Аня Кузьмина. Аня Кузьмина. Вот так вот. Ну что, давайте дальше. Все, все правильно. Кто у нас следующий? Ага. Я уже думал, закончились все. Но нет. Это выпускник факультета иностранных языков. Здесь должно, наверное, быть немножко потяжелее, потому что девочки вели этот эфир. Учитель английского языка, школа номер 37 и организатор литературного содружества Пульс в нашем городе. По совместительству знаю такой прекрасный актер. Ты читаешь стихи. Да, актер. Тоже был довольно-таки интересный эфир. Кто это? Это. Миша Малюшкин. Ты должна же отгадывать. А, точно. Юля, давай не нарушай правила игры, пожалуйста. Сибири. Хорошо, хорошо, хорошо. Что у нас есть? У меня здесь просто подсказочки, а у Сергея подсказочек нет, как бы. Сережа играет на уровне хардкор, да? Ладно, знаешь, вот следующий, следующие гости. Я вела этот эфир, но вела с другим мальчиком, Сергеем. Поэтому давай-ка посмотрим, догадаешься ли ты кто это. Я подскажу. Это руководитель театра мод ЧГПУ Королевства снов. Не, знаешь, вот самая легкая часть, ты зачитала то, что это действительно театр снов, это театр мод. Конечно, это очень хороший такой вопрос. Ну что, это... Я подсказала все зрители. Сделай вид, да, и беспалевно. Это Екатерина Волкова и Анна Моисеева. Ну, я думаю, что мы с тобой прекрасно справились с этой задачей. Тем более, что за нашими плечами очень много эфиров, что как бы как-то вот даже не запомнишь иногда порой всех. Поехали дальше работаем друзья. Вы ждали, вы просили. Гороскоп студенческий. Да, я его больше всего ждала. Даже не студенческий гороскоп, а его смешных вот этих комментариев. Давай, давай, начинай. Овны. Так, овны. Используйте свой острый ум, чтобы наконец-то закрыть все долги по учебе. У вас осталось немного времени для этого. Дальше. Тельцы. Если вы приложите еще немного усилий в учебе, то вы получите и автоматы, и пулеметы по любому предмету. А если нет, то все это вас ждет в армии. Близнецы. Настало время для подвигов, даже если это будет простой поход на учебу или работа. Лучше на учебу. Лучше на учебу. А если это все еще вместе совмещать, просто прекрасно. Раки. Раки. Когда, как не сегодня, стоит выучить новый язык? Язык жестов, азбуку Морзе, ну или хотя бы Т9? Львы. Если вам не хватает вдохновения, то пора обновить хотя бы свой плейлист. Да, кстати, мудрость такая, что предметы учатся под музыку. Под какую? Под любую или какая-то классическая музыка? Учишь предмет под музыку и как бы потом включаешь эту музыку и вспоминаешь какой-то пример. И такой на экзамене сидишь. Тигр. Тигр. Да, 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 ладно. Я, да? Нет, ты, львы. Львы. Я запутал. Львала норматив. Ладно, давай дальше. Уже столько мотивации. Весель. Не стоит отказываться от поездки, знакомства, от приглашения публиковать статью или выступить перед аудиторией. Да, когда вы еще ни разу не выступали. Скорпионы. Да, скорпионы. Улыбайтесь. Улыбайтесь даже если опаздываете на пару. Да. С улыбкой все проходит легче и лучше. У нас остались стрельцы. Пау-пау-пау. Носите с собой зарядное устройство, иначе ваш телефон разрядится от количества сообщений и друзей. Ну, в принципе, это неплохо даже. Ну, да. Еще, может быть, разрядится от того, что часто используешь интернет во время экзаменов. Того самого. Козирог. Не ждите чуда, чудите сами. Да. Это вам поможет. Все вот так просто, наконечное. Мой-мой знак с дяка. Пей больше воды. Водолей. Спасибо. Ай, не лей много воды. Ну, я постараюсь. Постараюсь, постараюсь. И рыбы. Маршрутки придут пустые, а пары станут короче. Главное верить. В точно. Я верю в рыб. Я верю в маршрутки. Ну что, мы сейчас не можем вас оставить без единого видеоролика в нашей первой части. И поэтому мы выпустили нашего... Специального корреспондента. Нашего специального корреспондента Дмитрия из нашего кабинета, который взял микрофон и на своих огромных сильных плечах снял этот видеоконтент специально. Для вас уличный вопрос. Я так понимаю, как раз таки там будет про лето. Смотрим. Вот и наступило долгожданное лето. На столбиках термометров стабильно плюс 20 или даже больше. И сегодня мы решили узнать, как же жители Чебоксара спасаются от жары. Я лично таскаю с собой зонт. Как спастись от жары? Спастись от жары, надевать головной убор, побольше пить воды. Ты любишь жаркую погоду? Не очень. И как ты спасаешься во время такой погоды? Кепка и холодный чай. Тебе нравится жаркая погода? Не совсем. И как ты спасаешься от жары? Чаще сижу дома, наверное, не выхожу на улицу. Вечерами только выхожу на улицу. Как ты спасаешься от жары? Ну, вообще, я не нахожусь в городе, когда жарко. Я уезжаю. А если так получается, что ты оказалась на улице в такую погоду? Так. Ну, не выхожу, наверное, из дома. Как вызвать дождь? Очень сильно захотеть этого. Ты любишь жаркую погоду? Ну, когда как. Очень жаркую не люблю. А как вызвать дождь? Никак. Мы не можем. Рожок или пломбер? Рожок. Квас или вода? Вода. Вы любите жаркую погоду? Конечно. А такую прям знойную, чтобы дышать невозможно было? Знойную, да, жаркую. Прям любите, да, такую? Да. Так вот, вы попали на улицу в такую погоду. Как вы будете спасаться от жары? Так, я задаю профиль по биологии. Короче, нужно пить больше холодной воды. А если у тебя нет? Подождите, это мои вопросы, я тут вопросы задаю. Пить больше холодной воды, носить с собой головной убор и... С собой надевать не обязательно? Нет, обязательно. А, все понятно. И защищаться от солнца, не знаю, кремом. Кремом, да. А первая помощь при солнечном ударе? Отвезти пострадавшего в помещение, где нет доступа к солнцу, обеспечить его питьем и дать таблетку, не забыла, как называется. А топ-3 способа, чтобы не сгореть на солнце? Солнцезащитный крем, обязательно панамка, шляпка. Третий, да? В теньке находиться. Холодная вода, кепка и купаться. Ну, идти в помещение, тенечек найти. Ополоснуться там, не знаю, в фонтанчике каком-нибудь. Ну, попить воды, помогает. Второй? Снять футболку там, если что. Прям вот в общественном месте такой здоровый. Нет. Все понятно. А третий способ? Да, я не знаю. Терпеть, терпеть. Ты любишь жару? Ну, относительно. А если прям знойная такая погода, что даже дышать невозможно? Нет. Так вот, как ты будешь спасаться от жары, если попадешь в такую погоду на улицу? Пойти в тенечек. Еще? Укрыться чем-нибудь. Назови три способа. Книжка, зонтик, крыша. Первая помощь при солнечном ударе? Не знаю, Господи. Как ты хочешь вызвать дождь? Не знаю, сегодня как это получилось. Ну, это ты его вызвала, да, получается? Нет. Ну, ты же как-то получил, значит, ты его вызвала. Как ты его вызвала? Рассказывай, колись. Если бы я вызвала, я бы не вышла в босоножках. Как ты это сделал? Как ты вызвал дождь? Зонтик, чувак, зонтик. Просто зонтик и все? Да. Черный зонтик. Черный. А, еще? Если нет, зонтик. М-м-м, танцы. Друзья, программа «День студента» предпоследний раз возвращается с рекламы. И сегодня у нас огненные гости. Да, такого еще не было. Впервые в нашей студии сразу пятикурсник и первокурсница. Знакомьтесь, студентка первого курса факультета истории, управления и права Света Архипова и студент пятого курса физико-математического факультета Юра Арланов. Привет, ребята. Привет. Привет. Ну что, я буду задавать свой любимый вопрос? Давай, я рассваиваю такую атмосферу в студии. Всегда мы спрашиваем, как дела? Вот просто, как ваши дела? Хорошо? Превосходно. Раз я здесь оказался, как могут быть еще дела? Отлично. Ну что, вот мы уже сказали, что Юра вот пятикурсник, Света первокурсница. Давайте вот кто-то уже подводит итоги, да, Юр? Кто-то их только собирает. Да. Ну, Свет, давай к тебе вопрос. Вот, когда поступала в университет, думала, вот, наверное, да, четыре года впереди, что это, наверное, долго. Да, вот уже, ну, уже, скажем так, грубо говоря, год прошел. Да. Как ощущения, вот, как для тебя быстро время прошло или как бы тянулось? На самом деле, первый курс прошел максимально быстро. Было столько различных мероприятий, в которых я участвовала. Перловка, ДДН, Студвесна и снимала мероприятия такие, как Мистер и Мисс Чигпу, первокурсник года. Просто максимально быстро пролетел, незаметно, правда. Юра. Пять лет как для тебя пролетели. На самом деле, никогда не думал, что я окажусь на пятом курсе. То есть, не знаю, я учился и думал, ну, ладно, третий, четвертый, но уже пятый нужно заканчивать. Вот уже заканчиваешь. Да, я уже заканчиваю. Для меня это как пять минут. Я бы еще десять получил, думаю. Ну что, друзья, вопрос. Ожидания с реальностью ваши совпадают на данный момент? У меня были какие ожидания? Я думала, что на самом деле четыре года пройдут максимально медленно. То есть, будет скучно, будет нудно. Но, когда я пришла, оказалось, что тут масса мероприятий и время здесь прям пролетает незаметно, правда. Ну вот, согласитесь, что будучи активистом своего университета, время летит еще быстрее. Вот, Юр, ты заядлый активист нашего университета. Вот тебе такой вопрос. Вот Света с первого курса уже все, ее почти знает весь университет. Ты тоже был вот с первого курса вот таким вот большим активистом или только вот в последующие годы? Нет, первые полгода я участвовал в каждом мероприятии, которое только могло быть. И спасибо активистам, которые меня заметили, подтолкнули. И первые полгода я попробовал, наверное, все вообще спектры, которые возможны. И так продолжалось на всем протяжении. То есть, на своем пятом курсе также участвовал в студвесне, да? Да, я участвовал в студвесне. Ну, это здорово. Ну, вот на протяжении вот всех пяти лет, почти все мероприятия, я успел затронуть даже, ну, аспекты даже от студвесны, например, да, и даже давать память. У нас есть такая информация, что ты осуществил свою давнюю мечту и отправился на вахту памяти с поисковым отрядом памяти. Как так? С чего это вдруг у тебя вот такое желание возникло? И, опять же, ожидания с реальностью совпали, что ты там, с чем ты там столкнулся? Ну, вот как раз, когда я подводил итоги, скажем так, свои за пять лет, я понял, что я попробовал все, все мероприятия, кроме вахты памяти. Но я был очень наслышан, как ребята рассказывают, как они душевно просто проникли с этим и уже живут. Вот. И я решил, что во что бы то ни стало, я должен это сделать, так сказать, поставить еще одну галочку. И я поехал, ребята меня поддержали, приняли. Это просто не передать словами, это нужно один раз попробовать, скажем так. Я удовольствую вопрос. Любыми целями, это, например, какими? Первый вопрос. И второй вопрос. Я даже сбился. Какими целями ты вот это достиг? Потому что ты вот отправился. А, и второй вопрос. Каким образом студенты пятого курса подводят итоги? Вот ты сказал, подводим итоги. Это как-то в дневнике ночью в 12 часов. С карандашом за ушами. Как это происходит? Ну, с какими целями я поехал? Не знаю. Я решил, что я готов к чему-то такому очень серьезному. Для меня это было очень какое-то такое прям... Ну, вахты памяти это достаточно серьезно. Да. И вот, мне кажется, я был готов. Я поехал и уже на пятом курсе такой более осознанный человек как бы становится. И пропустил через себя. Вот поэтому, ну, мне кажется, я должен был такое попробовать. Вот. А подводя итоги, ну, не знаю, как это происходит. Это у меня как-то это просто спонтанно произошло. Когда что-то пробуешь новое, хочется еще. И вот в конце пятого курса я еще попробовал вахту памяти и так далее. И я понял, а что я еще тогда не попробовал. Вот как-то так это все произошло. Просто так. Ну что, Света, у тебя какие планы на студенческую жизнь? Вообще, следующий, второй, третий, четвертый курс я также планирую принимать активное участие в жизни факультета, в жизни университета в принципе. Также хочу в следующем, и еще в следующем году участвовать в студвесне, ДДН. И также хочу продолжить деятельность в студенческом медиа-центре Студлайн. Также снимать, монтировать. Надеюсь, у меня будет все хорошо. И все будет получаться. Понятно. Если по поводу Юры у нас есть информация о его мечтах, то вот о тебе есть информация, что ты книголюб. То есть все новинки, что ты из классического, все это обращаться к тебе. Вот какие книги можно сейчас посоветовать из нового направления, что сейчас выходит, например? Зачем нам нужно бежать в книжные магазины? За какими композициями, так сказать? Композициями, произведениями. Ну, наверное, из новой литературы я, наверное, здесь не советчик, потому что я люблю больше классику. Например, могу порекомендовать моя любимая книга. Это Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». Возможно, кто-нибудь из вас читал. Это потрясающая книга о герое, действительно герое. Также еще одна книга «Эрих-Мария Ремарк. Искра жизни» о заключенном в концлагере. Действие происходит во время Второй мировой войны. Тоже, на самом деле, когда читала эту книгу, прям ком в горле стоял, слезы, на самом деле. Это тяжеловато было читать, но советую, советую всем. У меня вот вопрос. Как находишь время для чтения? Где ищешь? Получается так иногда, что приходится. Ну, в принципе, да. Человек, если захочет, то все сделает. Юра, ты успеваешь читать? Или, например, учебник по математике? Хочется сказать, что да, успеваю, но на самом деле нет. Не знаю. Как-то так получается, что немножечко другие интересы. Но я всегда восхищаюсь людьми, которые читают. Я тоже хотел. Я взялся за одну книжку, вроде легкую, но дошел до серединки. Какая это книга была? Куриный бульон она называется. Это моя тема, я это очень люблю. Ну что, вот мы так немножечко прикоснулись по специальности наших гостям. Света, какое направление твоей подготовки? Юр, уже каким ты специалистом выходишь из нашего университета? Ну, я, получается, учитель математики и информатики. Ну, я уже работал, в принципе, достаточно с детьми. На протяжении четырех лет я уже затронул свою профессию. Ну, а дальше будешь работать? Да, безусловно. Душа лежит к этому, мне нравится работать здесь. Ну, это самое главное. Света, ты кем будешь? Я пока ищу себя, на самом деле, пока не знаю. А по профессии я учусь на факультете истории, управления и права на специальности рекламы и связи с общественностью. Но я пока еще в поисках, ищу себя. Надеюсь, что за четыре года обучения в университете найду себя. Ну, я думаю, все найдут себя всегда. При хорошем желании. Конечно. У нас такой вопрос. Юра, что дальше? Ну, ближайшее, что меня ждет, это, конечно же, армия. Вот. Я думаю, всех выпускников это ждет. Готов? Я готовлюсь. Я готовлюсь, честно. Каким образом? Каким образом? Ну, вот, например, мне еще предстоит поездку. Кстати, вот тоже на вахту, вот, собираемся вот в августе. И вот я собираюсь, так сказать, немножко физически подготовиться и морально, вот, немножко высловить. Ну, это вот хорошо, когда люди вот так вот спокойно к этому относятся. И готовятся, что-нибудь молвать. Да, но Сергей у нас однажды готовился. Вот мы теперь у всех будем спрашивать, Юра тоже готов к карме. Ну, Свете, не надо задавать этот вопрос. Ну что, ребята, мы знаем, что кое-что, кое-кому из вас подготовил, но прежде. Я вот хотела бы узнать. Вот, Юр, вот среди нас всех ты уже как бы выпускник, да, то есть мы с Сергеем на третьем курсе, ты уже на пятом. Что вот ты пожелаешь, во-первых, Свете как первокурснице и нам как третьекурсникам. Давай, что, вот что ты пожелаешь? И зрителям. Да, да, или абитуриентам, которые могут нас смотреть, да. Ну, на самом деле... Можно на камеру, да. Да, на самом деле, наверное, пожелание будет одно для всех. Это ни в коем случае не стесняться идти, так сказать, за зовом души, вот. Не останавливайте себя. Если делаете, что хотите, да, что требует душа, раскрывайтесь, я не знаю, знакомьтесь с людьми, цените время, которое у вас есть, и цените людей, которые сейчас рядом с вами. Да, это все, наверное, это очень банально, но это так. А сейчас у нас мини-экзамен такой. Да. Света протестирует у нас Юру. Да. Вот это да, вы понялись, не стали. Света, что ты приготовила? Нам интересно, да. У меня для Юры есть четыре небольших таких вопроса, так как ты учишься уже на пятом курсе, все равно знаешь университет, как-никак. Ты готовился? Нет. Он не знает, он не знает, на самом деле, вопросов моих. Ну и первый, наверное, вопрос. Так как ты учишься на четвертом этаже, ну вот просто назови примерно, ну, примерную цифру, сколько ступенек до четвертого этажа. Ну, вот просто примерно. Ну, просто вот так вот. Это не четвертый этаж физмат? Да. А, Юр, ну ты понимаешь. Ну, думаю, порядка в восьмидесяти. Почти. Семьдесят восемь. Ну, это круто, круто, круто. Еще один вопрос. Столовая с репике. Ты наверняка знаешь, был, возможно. Ну, тогда вопрос тяжелый, наверное, для тебя будет. Сколько стоит примерно комплексный обе с репике? Я наслышан, порядка семидесяти рублей, наверное. Порядка семидесяти рублей. Я подсказываю шестьдесят. Вот это я у себя в голове там отвечаю. Знаете, у нас такой интерактив, вроде бы напряжение, как на кто хочет стать миллионером. Но денег за правильный вопрос... Еще есть вопрос у тебя? Так, сейчас пытаюсь вспомнить еще один вопрос. Там, например, сколько окошек вмещает в себя главный корпус? Мне не жалко, Юра. Я тоже не знаю. Это все потому, что я с физматом. Я должен все считать. Вспомнила, вспомнила. Самый последний вопрос. Возможно, ты знаешь, что в следующем году нашему университету исполняется круглая, будет достаточно круглая дата. Можешь предположить, сколько лет исполнится в следующем году ЧГПО? Это круглая. Да, это девяносто лет. Правда. Челла, здраво. Что, Юра, будешь в ответку задавать вопросы? Какие-нибудь... Да, да, у меня возникли пара вопросов. Диджавю. Диджавю, давай, поехали. Как зовут декана вашего факультета? Ильина Екатерина Анатольевна. А вот так легко не удалось. Я-то думал, отыграюсь. Все вопросы закончились. Понятно. Слушайте, ребят, мы каждый раз, когда к нам приходят гости, готовим для... Заходим в их социальные сети. Да. Выбираем самые красивые фотографии. Вы нам расскажите, что происходило в этих ситуациях. Что же было? Юр, ну вот есть вот такое вот. Вот такое вот прекрасное. Не подумайте. С Юрой здесь все хорошо. Вот. Что это такое? Что это было? Это форум, который проходил в мечте. И вот как раз-таки я говорю о том, когда я говорил о том, что не нужно стесняться, порыв души. Я всегда говорю ребятам, первокурсникам и другим приезжающим студентам, что приезжая туда, вы должны открыться. Делайте, что хотите. Если вам комфортно лежать и общаться с людьми, грубо говоря, на полу, вы можете это позволить. Это же здорово. Ну, мы скажем, что Юра является куратором каждой студенческой, вот этой вот выездной какой-то школы. Да, движухи. Вот еще вопрос до гонку, скажем так. Как стать куратором и что для этого нужно? Обращаться в то, что кабинет, естественно, проявлять себя. И там есть конкурс тоже, дай пять, где нужно проявить себя. А как стать им? Просто желание и все. Не просто давай пить ее и все. Так, Света. Света, вот. Ой-ой-ой. Кто это у нас тут прямо? Вот так. Так вышло, что и на этой фотографии не только я, и Сережа. Это мы снимали, это был третий день студенческой весны. Это было, по-моему, 30 марта, если я не ошибаюсь. Мы тогда снимали видеодневник. Я была оператором, Сережа был корреспондентом. Вот. Мне интересно, она расскажет какую-то часть истории? Могу рассказать. Хорошо. Это было признание на встречу вашего. Хорошо, так, хорошо. Хорошо. Мы снимали тогда. Два факультета выступали в этот день. Факультет дошкольной и корреспондентной педагогики и факультет иностранных языков. Мы снимали порядка нескольких часов. Буквально где-то часа два-три точно мы снимали. И так получилось случайно, что я нажала на камере кнопку отформатировать все файлы. И так получилось, что видеодневника с третьего дня, с тут весны, нет. Поэтому мы, как рекламщики, соответственно, антикризисный пиар произвели спустя полтора месяца. Об этой истории все узнали. Ну, а знаете что, Свет, у тебя впереди еще есть три года, чтобы наснимать столько дневников. И не отформатировать главное. Да, да, это самое главное. Ну что, Свет, ну тебя, наверное, хватит с фотографией, еще увидишь. Юра. Твой звездный час. Ну, тут вот это вот... Давай приблизим к себе. Вот это Юра. Вот это Юра, на него тут, значит, угрожают ему игрушечным пистолетом. Что это было? Это был КВН, это было одно из лучших, на самом деле, ну, одно из выступлений, которое мне очень больше всего нравится. Вот. И я считаю, что это был мой какой-то звездный час именно в КВН. Сколько по времени длилось твой звездный час на сцене? Одно выступление, конечно, не так уж и много. Это было в каком году? Не знаю. Не помню. А почему дальше не пошел именно в КВН? Как Юра уже сказала, ну, нужно попробовать все. Да, мы поиграли один сезон, вот, и так получилось, что со временем, очень затратное это по времени мероприятие такое. Самая необычная сфера, в которой ты себя попробовал? Не знаю. Наверное, вот все-таки остается это вахта памяти. Вот для меня это просто был... Я вырвался, да, из какого-то творчества. Ну, сразу видно, что на Юру это очень повлияло, как бы, потому что он говорит об этом. Ну, это здорово, я считаю, что это прямо очень здорово. Света, а вот для тебя хоть всего год пришел в университете, что год для тебя был такой очень? Для меня, наверное, это все-таки студвесна. Это сколько мы готовились, правда. Мы готовились полтора месяца. Мы танцевали, репетировали танцы, такие как Чарльстон, Линди Хопп. Возможно, из вас никто не знает о существовании такого вообще направления, но на самом деле это, правда, очень тяжело. Это были парные танцы. Мы видели эти кувырки, там что-то, юбки летают, ноги тоже летают где-то. В разные стороны. Да, да, да. Но прям незабываемые впечатления, правда, остались. И в последующие годы тоже хочу участвовать. Юр, ты за пять лет в университете научусь танцевать? Ну, не сказать, что не научился, но я тоже не могу сказать, что научился. Супер профессионал. Да, я не профессионал, но я делаю это от души, самое главное. Ну что? Ну что, давай проведем интерактив с гостями, как всегда. У нас для вас есть два интерактива, выбирайте сами какой. Первый или второй? Первый. Первый. Ну, на самом деле, мы бы так поставили бы этот звук. Ну ладно. В общем, наш интерактив называется Snapchat. Сейчас очень модная молодежь, такая программа, где ты вставишь свою фотографию, она тебе уменьшает минус лет 15. Да. Ты выглядишь как ребенок. Это выглядит забавно, и поэтому мы выбрали таких... Очень известных личностей нашего университета. Активистов нашего университета. И попробуйте указать, кто есть кто. Ну, это самое легкое. Кто же это? Кто это? Ну, Диляра, да. Председатель студенческого конгресса. Диляра, можно брать фотографию, да? Так. Я хочу оставить это на конец. Давайте вот так. Ой, это Григорий. Лаваш. Да, Лаваш. Гриша, Лаваш. Что-то быстро. У меня меняется лицо. Ну, да. Я думаю, здесь Юра ответит, наверное, впервые. Раз, два, три. Это Никита Козлов. Да. С факультета иностранных языков, да? Да, все, Юра. Да. Так, что у нас там дальше? Не знаю, попробуйте отгадать какой-то. О, это СПФК, да. Катя Поброва. Катя Поброва. Как-то быстро. Ну, ладно, попробуем вот сделать вот так. Михаил Павлов. Михаил Сергеевич, да. Сергей Чубов. Я так не играю. Вы что, подготовьтесь. Так, это Юра у нас, значит, здесь Юра. Что ты там оставил на конец? Да, оставил на конец. Ребята, пожалуйста, сохраните. Кто это? Это ты не узнаешь. Тихо-тихо-тихо. Нет, я не узнаю. Нет, ну у меня есть предположение, что это Коля. Да, Коля Юдин. Да. Он очень милый на этой фотографии, правда. Да, ну, как-то вы быстро все догадались, все сделали. Да, да, это хорошо. Вам аплодисменты большие-большие. Молодцы. Спасибо. Ух, да, из четырех человек. Ну что, Сергей, давай. Ну что, а у нас тогда на следующий случай приготовим второй интерактив. Да, но у нас остается как раз немного времени для этого. Давай, объясняй. Ага. Да, даже буду делать все параллельно. В общем, сейчас в интернете тоже популярный такой формат, где за пять секунд нужно назвать какие-то, например, четыре слова, которые у вас просто бросаются в голову. Давайте разделим два и два, то есть как бы вы должны сказать. Например, назовите... То есть у нас такая широкая командная работа. Назовите четыре слова, начинающихся и заканчивающихся на одну и ту же букву. Поехали. Арбуз и антресоль. Ананас. Стоп. Все время уже очень страшно, второй тур. Так. Поехали. Назовите четыре самых смешных звука. Ля-по? Да. Отлично, отлично, отлично. Ладно, давайте еще. Света, здесь к тебе. Сейчас, секунду. Назовите четыре писателя на букву «П». Пушкин, Полевой, Паустовский, Пастернак. Класс, класс. Что, поехали дальше. Назовите четыре способа оказаться умнее. Носить очки. Носить очки. Носить галстук. Еще? Носить юбку. Конечно. Неплохо, неплохо. Так, у нас остается крайнее, да? Так. Назовите четыре любимых... Любимых блогера. Антон Птушкин, для меня лично. Амиран Сардаров, академик. Ну, ладно. Все. Ну, давай еще вот чуть-чуть. Давай еще. Что мы можем... Как, назовите четыре способа написать... Ты ставь, ставь. Я ставлю, ставлю. Курсач, курсовую за один день. Пить кофе литрами. Готовиться... Ну, что, не целый сенестр? Ну, ладно, ладно, ладно. Самые необычные предметы за ваше время в университете? Тут нужно подумать, на самом деле. Так, если не скажешь. Я не могу подать, что заранее, да? Ну что, ребята, у нас вот такие два стремительных, мощных интерактива прошли. Промчаемся. Но время, эфир, у нас еще не промчалось никуда. Ну, это же здорово. Поэтому мы еще помучаем наших гостей дальше. Ребят, чем вы занимаетесь в пост-университетское время? Вы пришли с учебы, что первое, второе, третье, возможно. Ну, лично я состою в студенческом медиа-центре «Стедлайн». Монтирую, снимаю, также бываю корреспондентом. Мне здесь очень нравится, в принципе. Юра, а ты? Ну, я сейчас в свободное время стараюсь уделить друзьям, как бы, с университету и так далее. Вот всем своим вот этим. Ну, что, мы сейчас все вместе видели вот этот пример, когда люди, участвующие во всей студенческой жизни, также успевают делать все. И учиться на первом курсе, и учиться на пятом курсе, общаться с друзьями, находить новых друзей и новые сферы, в которых им будет интересно. Юль, давай вот ты этот эфир заканчивай. Нет, подождите. Я все время говорю, ну, было очень приятно с вами пообщаться. Правда, здорово. И ладно, я вам что-то скажу. На этом наш эфир передачи «День студента» подходит к концу. Сергей с вами не прощается. Ну, я тоже не прощаюсь. Надеемся увидеться в следующий вторник. До новых встреч. Пока, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»